Галина Дьячкова проживает в доме на улице Арцебушевской. Утром вернулась после ночной смены и легла отсыпаться. Галину разбудил подозрительный запах гари. Она встала проверить, все ли в порядке. Дверь открыла, дверь открыла, а надо мной вот столб дыма открыл. Как оказалось, опасения были не напрасны. Загорелся соседний одноэтажный деревянный дом. Сейчас там никто не живет, говорят соседи. Очень много уже людей, которые оставляют свое жилье и покупают свои квартиры и здесь не живут, потому что боятся, что сгорят. И мы не знаем, может там какие-то бомжи жили. Дом не жило, его бросили. У нас, слава богу, нет, пока не пострадал. Но мы все равно живем. Я с родителями живу, у меня еще двое детей малолетних. Сейчас они, слава богу, на даче у меня. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров. На место прибыли 18 пожарных машин и 78 спасателей. Полиция и машины скорой помощи. Погибших и пострадавших, по информации областного МЧС, не оказалось. Тем не менее, пожару присвоили повышенный ранг сложности. Была угроза распространения огня на соседние дома, где проживают 25 человек, включая маленьких детей. Видите, вот в халате выскочила. Это какой ужас, это какой ужас. Мы зимой перед тогда буквально за забором горел дом. Мы следим, мы постоянно закрываем туда проход. Утром пришла с работы. Если бы меня не было, я не знаю, к чему бы я пришла, потому что муж у меня тоже работает с утра до ночи. Вот сейчас он на работе. Причина пожара устанавливается. За пять лет это не первое возгорание на этой улице, рассказывают жители. Сейчас они обеспокоены, что пожар окажется не последним. По факту случившегося, уполномоченные органы проведут проверку. Мария Леевна, Сергей Баскин. События.